Он уже продал с этим технологиям. Смотри, чего я хочу от тебя? Продемонстрировать твой опыт общения с приборами и творческий подход. Вот прям сейчас, вот зрители, вот ты типа успешный музыкант. Ну вот всю ту историю, которую мы хотели показать, я думаю, мы уже не успеем показать сегодня. Почему мы успеем? Нас же не выгоняют. Но я могу рассказать. Люди уже три года выгнать не могут. Все нормально оказывается, видишь? Я могу, во-первых, рассказать немножко про генеративную музыку. Давай, следующий этап – генеративная история. Фактически про взаимодействие. Что я предполагаю? Есть шанс у артистов использовать эти технологии, не бояться и не хранить верность традициям, а найти способ сотворчества. Собственно, что, на мой взгляд, пытается делать Дэн. Поэтому я его пригласил сюда, как живого человека, чтобы не с моих слов, да, там это только было, а вот… Ну, это не только я пытаюсь сделать. Я считаю, что я просто дитя своей культуры, а я вырос на андеграунд электронной музыке и начал ей заниматься в очень раннем возрасте, и уже 25 лет ей занимаюсь. Что касается вот того, что ты сейчас говорил, да, это, в принципе, связано и с тем, что я делаю. У меня есть свое мнение по поводу вообще будущего музыки, да, и оно, мне кажется, скрыто всегда было в вот этих идеях андеграунда, которые я и пропагандирую сам своим творчеством и своими идеями. Всегда изменения в культуре музыки, они происходили, они постоянно происходят на технологическом уровне, да. И то, что ты говоришь, это просто, ну, изменения, которые будут происходить на технологическом уровне, то есть будет появляться более роботизированное производство там и так далее. Но и раньше такое было, когда стала появляться поп-музыка, да, допустим, и она уже в какой-то момент времени, она перестала быть искусством в чистом виде, это стал просто инструмент маркетинга конкретного, где доля искусства минимальна, а именно точечная направленность маркетинга в создании песни для того, чтобы получить максимум прибыли. В этот момент появился андеграунд электронный. Каким образом развивался электронный андеграунд? С появлением технологий, которые были общедоступны и для поп-музыки, и для андеграунда. В андеграунде, в отличие от поп-музыки, не пытались ублажать кого-то. Не пытались забывать гвозди, да? Да. Не пытались сделать так, чтобы найти звучание, которое точно купят. А наоборот, пытались найти что-то абсолютно новое в этих технологиях, да, и при этом оппозиционировать себя вот этому маркетингу. Поэтому я считаю, что всегда будут находиться музыканты, которые, используя эти технологии, будут придумывать что-то такое, чего роботы сделать не смогут. И этим, наверное, мы и отличаемся от машин. Поэтому даже вот сейчас то, что в обществе очень... Общество очень ускорилось, ты говорил об этом сегодня, что очень мало времени стало на очень многие вещи, что музыку слушают по 10 секунд, ролики, видеоролики слушают, смотрят по 10 секунд и переключают. Кино на повышенной скорости, да, смотрят тоже? А многие так смотрят, кстати. Здесь такое. И поэтому стала возникать необходимость при общей тенденции удешевления музыки очень сильному. Мне, как профессиональному музыканту, который живет от музыки, у меня встал вопрос, да, например, о том, что если раньше я мог потратить на альбом типа эстетика, вот эстетика альбом, в общей сложности у меня ушел на этот альбом 10 лет. То есть этот альбом стал альбомом года в Европе, в эмбиентном альбомом года, да, он очень красивый, мелодический, продуманный, серьезная моя, самая, наверное, серьезная моя работа. И это не то, что я 10 лет его писал, да, а просто в разные периоды времени писались какие-то композиции, и в один из моментов времени я его-то все подвел под единый знаменатель. Но технологии-то менялись тоже? Да, технологии менялись. И в один из моментов, когда я почувствовал, что все эти композиции можно подвести под единый знаменатель, и я их подвел под единый знаменатель. И после этого альбома у меня случился творческий, я не скажу, что кризис, а просто в один из моментов я понял, что я не хочу больше писать музыку, основанную на мелодиях, потому что у меня нет времени заниматься композицированием. Я решил, что я буду двигаться в другом направлении. Я буду писать музыку шумов. И на это очень повлияло мое образование лондонское. Я учился в Лондонском университете искусств по предмету звуковые искусства и музыкальной технологии. И нам там три года преподавали шум. У нас даже была лекция, когда мы слушали пленки разных производителей кассетные. Пустые. Вы понимаете, всю лекцию. Можно пример какой-нибудь из ваших 10 лет? Вот в начале, когда вы приходили в зал, он играл этот альбом. Давайте мы будем расходиться по этому музыку. Да, будем расходиться по этому музыку. Мы ее включим на выход. Да, да. На выход мы включим. Вы можете посмотреть, он везде есть, в интернете. Проект называется Inner Voice. Альбом называется Эстетика. В группе выложим. Да. Как ты работаешь, расскажи. Вот я к этому подвожу ко всему. Не-не-не. Я просто покажу, не разговаривая при этом. В общем, смысл какой? Что я стал думать о том, как мне ускорить процесс работы. Потому что я понял, что для того, чтобы мне выживать, я не могу себе позволить писать альбом год или 10 лет, или даже месяц. То есть мне нужно давать разным рекорд-лейблам музыку горстями, на вес. То есть чтобы я мог им высыпать 50 треков, и они могли выбрать из них 10, и это будет уже успешный альбом. И стал очень серьезный вопрос о скорости производства. Я думал, как можно ускорить производство музыки танцевальной, для того, чтобы она оставалась качественной быть, чтобы она была интересна, уникальна по-своему, и при этом занимала у меня значительно меньше времени, чем она у меня занимала все мои предыдущие 20 лет работы с музыкой. И я к этому моменту достаточно долго занимался фрактальной графикой. Есть такая фрактальная графика. Кто-нибудь слышал, что такое фракталы? Нет, это не медицина вообще. Фрактальная графика появилась в 90-х годах, где случайными математическими кодами создавалось трехмерное изображение, где каждая часть этого изображения являлась точной копией целого. И таким образом появлялись очень замысловатые, очень красивые узоры, и я их использовал в оформлении обложек своих альбомов. И на лейбле Spiral Mind, который мы с Валерой открыли, у нас большинство обложек, альбомов сделаны в трехмерной фрактальной графике. И идея генеративной фрактальной графики как раз была в случайности цифр, потому что там ничего не рисуется от руки, не делается никаких набросков. В специальную программу, вставляя случайные математические коды, я понятия не имею, что у меня получится на выходе. И постоянно меняя эти цифровые коды, я в какой-то момент времени получаю результат, который меня устраивает. То есть творческое движение пошло совершенно по другому вектору. Вместо того, чтобы садиться, как художник садится, он знает, что он хочет нарисовать, и он начинает это рисовать, вместо этого получается совершенно другой результат. Я сажусь рисовать, и я не знаю, что у меня получится. Я сажусь рисовать с любопытством, потому что я не знаю, у меня нет идей. Я исхожу из технологий, которые мной больше руководят, чем я, ими. Я им просто даю вводные какие-то, да? Ну, в какой-то степени, да. Но в основном же музыкант всегда садится с сознанием того, что он хочет, какой он хочет получить результат, а не так, что он садится, и он не знает, что у него получится. И он к этому готов, самое главное. И я стал развивать эту идею, то есть идею генеративности, где я не знаю, что у меня будет с музыкой в следующую секунду. И вот первый такой концерт мы дали совсем недавно с ансамблем России имени Людмилы Зыкиной в соборе святого Петра и Павла. И это было очень страшно. Это было очень страшно, потому что ни они не готовились, ни я не готовился. И вот я сидел, то, что я играл, это была 100% генеративная музыка, где я совершенно не знал, что у меня будет звучать через секунду. Отдельный риск, чтобы вы понимали, кто ходит. Это люди, которые покупают абоненты, абонементы, и это зачастую бабушки, которые приходят слушать Баха. Ну вот, можете представить все эти баши, да? Был риск в смысле того, как они воспримут это все. Да, что все встанут и уйдут. И риск был у всех. Не, я видел некоторых, которые мучились, но в основном, конечно, мы там сколько, минут там, в общем, овансы. Музыка была достаточно тяжелая, потому что я совсем недавно это все начал делать, и только два альбома было записано, которые называются Danny K. Science Fiction Soundtracks. Это немножко не то, что я играю живьем, потому что там я, используя именно студийные технологии, я могу добиваться еще более интересных результатов, нежели просто импровизации с генераторами случайных шумов. Ну вот, если вам интересно, можете послушать, они везде есть, и в Яндексе, и везде. Science Fiction Soundtracks называется там, Volume 1 и Volume 2. И обложки для них как раз с генеративной графикой, трехмерной фрактальной графикой. Так что, развивая эту тему, и причем моя работа сейчас основная, это я преподаю музыку, преподаю в школе Юмейкер, это известная школа продакшена и диджеинга в Москве, да. Это вторая после школы Грува по популярности диджейская школа в Москве. Меня пригласили туда преподавать, потому что они услышали, что узнали, что у меня есть вот такая вот история, где я могу научить практически кого угодно писать музыку без знания с альфеджио, путем обучения их, использования шагов в генеративности, в генеративной музыке, по поиску уникальных идей, потому что музыка, которой я занимаюсь, это музыка дизайнерская, как знаете, есть дизайн в одежде, дизайн в архитектуре, в изобразительном искусстве, да. Есть дизайн в музыке. Электронная музыка, техно-музыка современная, это музыка дизайнерская. То есть музыканты соревнуются друг с другом, какой дизайн звука они могут создать на технологии, такой, который там другой человек не может повторить. И вот это соревнование, оно и делает эту музыку очень популярной, это игра техно-музыка, потому что главной идеей является не сделать человеку приятно, а сделать человеку интересно. То есть вот, а как он такой звук сделал? И вот я могу показать что-то из того, что я играл в соборе с ансамблем Россия, то есть то, что я сейчас буду делать, я понятия не имею, что там произойдет. Записывайте, понимаете все, да, если он сам не знает. То есть результат мне неизвестит. Да, чтобы вы понимали, ансамбль России – это серьезные консерваторские, академические музыканты. Многие виртуозы своих инструментов, которые в каком-то шаблоне находятся своем, и для них, для многих, это был вообще вызов, вообще как-то проявляться на этом, мелодически, да, и это с их стороны была импровизация. У них было представление только о настроении примерно, о том, что мы рисуем космическое пространство средствами электронных приборов, а они мелодически в этом выражаются, как оркестр. И как бы гениальность оркестра в том, что он с этим справился. Это было удивительно. Да, и мы, собственно, следующий наш шаг, мы, наверное, сделаем с ними альбом совместный такой, и, в общем-то, есть надежда и шансы, что мы эту программу представим Роскосмосу, и, может быть, получится сыграть ее на космодроме. Вот такие вот у нас хотелки. Да, у нас есть вот этот проект «Русский космос», он называется как раз, где мы пытаемся совместить вот эту вот… Традицию какую-то. Традицию, да, с ныне очень популярным андеграунд стилем музыки, который называется «Throne Ambient». И то, что я делаю, это именно, в общем, я пытаюсь что-то сделать именно в этом стиле, потому что «Drone» – это не такой Ambient приятный, как Брайан Инна делал. «Drone» – это шум. И очень много людей есть, которые прям вот любят слушать шум. Ты наможешь, прежде чем ты в дрон уйдешь, все-таки два слова про вот эти счастливые моменты, тоже ты рассказывал, творческий подход твой интересный. Да, это как раз одна из частей моего обучения студентов. То есть идея техномузыки, изначально еще с конца 80-х годов, начала 90-х, именно в связи с выпадающими батарейками с синтезатора TB-303 эта идея возникла. Это идея «Happy Accident», она называется. То есть счастливые случайности. Это твой термин или это устаревшийся? Нет, нет, это именно термин всей технокультуры, который используют и по сей день, и даже технологии, которые выпускают, новые технологии, новые приборы, используют вот эти термины, что вот этот прибор позволяет находить случайные, счастливые случайности. То есть это рандомизация, то есть это как бы создание поля для нахождения, для создания такого количества случайностей, что из этой случайности можно выбрать какую-то счастливую. То есть это не просто, когда человек сидит и нажимает ноты, и вот он играет, играет, играет на нотах, и вот он нашел мелодию. Нет, это когда идет просто рандом, абсолютно непредсказуемая какая-то генеративная история с технологиями, и что-то получается совершенно не специально, что-то очень крутое. Похоже это на обезьяну с гранатой, извини. А давай мы просто посмотрим, похож он на обезьяну с гранатой или нет. Ну так нет, вроде, да. Не знаю, что ты имел в виду под этим. Во всяком случае, создание поля для возможностей, да, это, ну, я думаю, что у обезьяны с гранатой там только создание минного поля, да, для оторванных конечностей. Им просто не 40 лет нужно, а 40 тысяч лет, и они подтянутся тоже. 40 тысяч, да, даже не хватит. Кстати, эту угрозу мы не рассматривали. В общем, я не знаю, если есть какие-то вопросы по этому поводу, вот, я могу что-то ответить. Покажи уже что-нибудь. Нет, давай лучше покажи, а то на вопросы у нас еще час уйдет. Давай посмотрим. Ладно, давайте попробуем что-то. А, еще у нас родился термин при разговоре с классическим музыкой. Ты пока готовься, я дополню. Генеративная музыка – это обратное дирижирование. О как! То есть классический дирижер, он как бы включает паттерны, сцены солистов, ну, собственно, как интерфейс с оркестром, да, там выступает. Наблюдая то, что делает Дэн, мне кажется, обратное дирижирование заключается в том, что он запускает какое-то количество слабо контролируемых, всем кажется, что он контролирует, а на самом деле он запускает звукового монстра с непредсказуемым результатом, да, и затыкает тупиковые ветви. Он запустил уже, затыкает тебя. Он пытается вырваться, как бы сотни лучей, и, собственно, задача, как бы, заткнуть самые опасные, чтобы не... Самые опасные, да? Ну, вот обратное дирижирование похоже на то? Ну, ладно, показываю уже, давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА